Есть такая добрая традиция в нашей стране. Раз в год всем вместе вставать на лыжи. В 35-й раз Лыжня России распахнула снежные объятия для всех желающих. Здесь на Лыжне России выдают вот такую вот каждому участнику вот такую вот яркую красочную шапочку. Ну и конечно же, любое соревнование не обходится без порядкового стартового номера. Я готов. Дети, родители, профессиональные лыжники, ветераны спорта, бабушки и дедушки и даже тюменские моржи. И у каждого своя цель. Решил попробовать себе показать пример детям, которых привез. На дистанцию уходили группами специально, чтобы не устраивать затор, поскольку желающих оказалось очень много. Несколько тысяч тюменцев сегодня вышли на Лыжню России. Именно в этом мероприятии скорость не главное. Главное – участие. Парень, я верю в тебя. Фастфуд-бло. И даже ее величество погода внесла свою лепту в организацию большого праздника. В этом году, конечно же, замечательная погода, тепло. Вот, поэтому видно вот эти вот хорошие положительные эмоции у наших горожан. Это очень важно, потому что это напрямую влияет на их мотивацию в целом к занятиям физической культуры. На трехкилометровой лыжне не всем было просто. Сложно тебе сегодня? Нет! Да. Что не получается? Подрезаем. Что самое обидное, когда падаешь? Ай, не знаю. Возможно, мое незнание катания на лыжах вообще дало себе знать. К слову, были среди участников и те, кто совсем недавно начал осваивать зимний спорт. Три километра сможете преодолеть? Бигаль, да. Да. А кто ваш любимый лыжник или биатлонист? А, я это не знаю. А африканский? Африканский у нас нет. У кого-то нашлись пожелания к организаторам. Может какую-то площадку побольше в следующий раз организовать для автостоянок и для сбора людей. А так все отлично. Практически все участники массового забега добрались до главной цели – финиша. А там их уже поджидали организаторы с памятными дипломами. Спасибо маме, папе и любимой телекомпании. Никита Филиппов, Сергей Жернаков. Тюменское время. Бог подогнал «Симон» Продолжение следует...